За это служение слава Господу, братья и сестры! Я прочитаю место, что написание, даже не одно, может, еще, если будет возможность, еще прочитаем несколько мест. Слова Господа, которые были обращены к Его служителе Анания. Был такой ученик Господа, и Господь сказал ему. Это Деяния апостола, 9 глава, 13 стих, Анания отвечал. Даже, я сказал, Господь сказал ему. Значит, давайте возьмем с 10 стиха. В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в Ведении сказал ему, Анания, он сказал, я Господи. Господь же сказал ему, встань и пойди на улицу, так называемую, прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла, он теперь молится. И видел в Ведении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел. Анания отвечал, Господи, я слышал от многих о сем человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от правесвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое. Но Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое пред народами и царями и сынами Израилев. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое. Анания пошел и вошел в дом, и возложил на него руки, сказал, брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе в пути, которым ты шел, послал менять, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа. И тотчас как бы чешуя отпала от лаз его, и вдруг он прозрел и встал, крестился, и принял в пищу, и укрепился, и был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. Братья и сестры, когда мы задаемся часто вопросом, как в Библии все хорошо описано, а как вот эту историю написал этот брат, который писал Деяния апостолов, как он написал эту историю, братья и сестры. И мы, Боже, Боже, Слово, мы читаем, что это Лука написал Феофилу. Как он написал, братья и сестры, замечаю одно место, и видел Лука в видении всю эту историю. Говорит, и видел в видении мужа именно Ананию, пришедшего к нему, и возложивши на него руку, чтобы он прозрел. Часто некоторые места в священном описании нам не понятно. Но как они написаны? Боже Слово говорит, это Господь ложил на сердце мужам описать одно или другое событие, которое мы читаем. Когда читать книгу пророка Наума, я когда читаю Наума пророка книгу, и думаю, как он написал? Он говорит, несутся по улицам колесницы, сверкая огнями своими. Это машины, которые сегодня несутся по улицам. Как это все описано? Он как мог, так написал. И написано, речные ворота творяются. А что такое речные ворота? Это дамба, которая заграждена. Раньше таких ворот не было. Раньше не ставили ворота, дамб не было, которые реку ограждали. А Божий Слово говорит, речные ворота творяются, и дворец разрушается. Братья и сестры, как все написано? Но я не о том хотел бы сказать. Я хотел бы сказать, как Господь избирает на служение. Церковь Господня – это его достояние. Я когда смотрю, некоторые хотят внести что-то в церковь. И правильно, но неправильно. Братья и сестры, это большая ответственность перед Господом, что мы вносим в церковь. Дальше, как мы трудимся в церкви. Братья и сестры, Господь для нас, мы говорим, очень много сделал. Первое, дал нам свободу внутрь, просил наши грехи. А что мы делаем для Господа? Дорогой брат и сестра, сегодня день прошел. Что ты сделал? Что я сделал сегодня для Господа? Апостол Павел говорит, как я не пропустил ничего полезного. Не раз нам Господь на сердце наше ложит что-то сделать. Пойти проведывать брата, сестру, позвонить, поддержать, укрепить, посетить больного. А может что-то пожертвовать? А может кто-то заболел? Сестры, дорогие братья, есть сварить для семьи? Может что-то постирать? Разве нет в нас то на сердце, и Господь нам не ложит это? А мы раз, то икнобесно занялся одними другими делами, и все, оно ушло, кто-то другой. Братья и сестры, апостол Павел говорит, я не пропустил ничего полезного. И я знаю и уверен, каждый день мы можем сделать что-то во имя Господа. Братья и сестры, есть несколько направлений нашего служения на этой земле. Они делают во имя свое. Чтобы их имя прославилось, чтобы о них что-то говорили. Я не раз говорю, дорогие братья-проповедники, мы не должны искать славы себе. Божье Слово говорит, как вы можете веровать, если принимаете славу друг от друга? Вы даже веровать не можете. Но наша плоть, братья и сестры, желает этого. Мы желаем, чтобы нас хвалили. Если пророчество, чтобы было хорошее пророчество. А чтобы нам ничего не сказали, ни нашим детям, замечаний никакого не сделали. Это хорошо. Братья и сестры, это хорошо или нет? Боже Слово говорит, пусть обличает меня праведник. Это лучший елей, который не повредит голове моей. А мы этого елея хочем? Ой, наверное, не хочем. И я смотрю, братья и сестры, вот как мы сегодня обращаем внимание на Божье Слово. Мы, наша плоть привыкла к этому, чтобы и пророчество было, и беседа была. И никто в наш адрес никакого замечания не сказал. И таким, братья и сестры, путем идут люди этого мира. Таким путем они идут. Они хотят, чтобы их хвалили, на первые места садили и так дальше. Братья и сестры, на Божье Слово говорит, желающие жить благочестиво. Те, которые хотят жить так, как Господь. И Божье Слово говорит, если зеленеющим деревом это делают. Что мы должны ожидать в нашей жизни? Дорогая церковь, христианин, которые сегодня в этом служении научить и наших детей тоже, чтобы они знали это, что значит быть цветом для этого мира, что значит быть солью для этого мира, примером, образом. А часто мы уж учим детей наших, чтобы они не отличались от этого мира. Ни внешностью, ни поведением. А что она будет, белая ворона? А что она будет отличаться? Братья и сестры, как Божье Слово говорит. И посему, да поможет нам Господь, братья и сестры, в это последнее время, не искать славы себе, но прославлять имя Господа. Некоторые праведники или даже верующие христиане не желают затронуть какой-то тяжелый вопрос. Часто говорят, ну слушай, ты скажи, а зачем мне лишние проблемы? Я не хочу лишних проблем. Господь, братья, ложит нам Слово на наше сердце. Но мы Его не хочем говорить. А зачем? Я лучше какое-нибудь другое скажу. Я однажды говорил, я тоже хочу проведать и о небо, и о Божьей благодати, и о силе молитвы. Но Господь ложит Слово на сердце. И мы не можем не говорить об этом. Братья и сестры, если нам на работе что-то поручают, вот представьте, мы сегодня рабы Господа Иисуса Христа. А представьте другой, мы на работу пришли, устроились и работаем, и он сказал нам, сделай то. А мы не хочем это делать, мы будем другое делать. Нас долго будете держать на этой работе? Хозяин сказал, я тебе сказал сделать вот это. Что ж ты делаешь другое? Ну, он сказал сделать что-то для бизнеса, а я делаю себе домой. Он пришел, посмотрел, ты что делаешь? И говорит, там мне дома надо что-то сделать. Ну, слушай, ну ты же на работе. Братья и сестры, мы это все хорошо понимаем. Разве не так? Кто нас будет держать, если мы будем на работе делать себе какие-то домашние вещи? И так же в церкви Господней не то делать, не то говорить, дорогие братья, служители и правоведники, что нам часто нравится, а то, что Господь нам ложит на сердце. И мы будем угодными работниками в Божьем винограднике, в Божьей церкви. Написано, Господь сказал, пойди на улицу прямую. Господь сказал Филиппу, иди на дорогу, ведущую из Иерусалима. Он туда пошел. А если он пошел, как и он, а на другую? В другую сторону, фарсис поплыл. Господу это угодно? Дорогая церковь, если Господь нас посылает что-то сделать, есть Божий план. Но я другое скажу. Кто-то в беде, нас Господь посылает туда, а мы не хочем идти, в другое место идем. Завтра мы будем в беде и схочем, чтобы к нам кто-то пришел, а тот пойдет в другую сторону, а будет хорошо для нас. Или нужда какая-то, или болезнь, или мы упали, не можем выбраться с данной ситуацией, или может еще какая-то трудность финансовая, и Господь послал нам человека, а он не пошел к нам, пошел в другую сторону. Как мы вчера сделали, так сегодня и с нами поступили. Братья и сестры, братья, дорогие проповедники, служители, регента, хористы, те, которые участвуют в служении, в нашем служении прославлять не себя, но имя Господа. И Господь на это смотрит, и будет благословлять нас, когда мы работаем на Церковь Господню. Божье Слово говорит, когда Христос был на земле, Он сказал, «Я прославил». Братья и сестры, Христос имел право прославить Себя. Имел право, Он был Бог на земле. Но Он сказал, «Я прославил Тебя, я открыл им имя Твое». Но мы сегодня в нашей гордыне можем так часто вознестись, что Господь где-то там внизу, а наше «Я» или «Мы» впереди. Я когда смотрю картину какая-то, и там о Христе не Слово, брат проповедует, тысячи людей. Думаю, а где Господь? А где Господь? «И посему, дорогие братья и сестры, делать то, что угодно Господу, проповедовать то, что угодно Господу, не нам что угодно, Господу на этой земле славы не искать. На этой земле не будем искать того, чтобы нас хвалили». Братья и сестры, я не раз говорю, особенно беседуя с молодыми, «Не ищите, чтобы хвалили вас». Господь будет хвалить тогда, когда закончится наша жизнь, и это будет приятно для нас. Но на этой земле Господь всегда нам будет говорить, как мы, родители, мамы и отцы, нашим детям. Однажды мой сын сказал, «Папа, ты что?» Ну, он по-украински сказал, «Тату, ты что уже с нас хочешь?» Я говорю, «Сынок, я хочу, чтобы было лучше, как я. О, то я хочу». И также Господь на этой земле будет говорить, «Сын мой, дочь моя, поправься, оставь, удали, убегай, отложи». Господь будет говорить нам, и это Божья милость к нам. Следующее, хотел бы сказать, если мы избранный Божий сосуд, Господь посылает в то место нас, куда мы, бывает, и не хочем идти. Господь посылает человека, как я говорил, и на ООН, он туда не хочет идти, Господь его посылает. Там погибнут люди, там погибнет очень много людей. И часто многие миссионеры или братья не хотят куда-то идти или ехать, но Господь дает такое желание. Одному одно желание, другому другое желание, третьему третье желание. Идти делать то, что угодно Господу. И мы часто удивляемся, почему брат туда поехал? Господь его туда позвал. И посему, братья и сестры, нашим служением не угождать людям. Следующее, хотел бы сказать. Братья и сестры, мы можем поддерживать грех. Если кто-то делает не так, как говорит Священное Писание, мы берем на себя большую ответственность. Если кто-то оставил жену и берет себе другую, и мы говорим, правильно делаешь. Братья и сестры, он правильно делает или она, или нет. Но мы можем это говорить. А он или она расскажет нам, как тяжело в этой жизни, какие несогласия и так дальше. И мы говорим, правильно делаешь. Я одному говорил, что ты говоришь? Что ты говоришь? Ты говоришь, чтобы они помирились. Ты говоришь, чтобы они просили друг друга. А то правильно делаешь. Брось ее, брось его. Зачем она и он тебе нужен? И мы, братья и сестры, делаем это большое преступление против того человека и против Господа. И часто можно слышать, когда христиане утверждают или начинают одобрять. Матеря одобряют дочерей своих, когда они ходят на ага, или красятся, или одеваются. Братья одобряют своих сыновей, когда они начинают беззаконную жизнь вести, защищают, никому не говори, прикрывают, когда они выпивают, начинают ночами пропадать. Братья и сестры, это мы этим не спасем наших сыновей и дочерей. Когда будем им угождать, мы сделаем только хуже. Мы их толкнем или уведем от Господа и толкнем в этот мир. Мы должны, братья и сестры, видеть, что будет с этого, когда придем к врачу и скажем, у меня нога болит, он посмотрит, там большая рана, завяжет и говорит, никому не показывай. То, что она заживет? Надо что-то сделать. Надо сделать какую-то операцию. Надо ее вырезать. И так же, как бы больно это ни было. Мы вчера с братьями рассуждали тоже, но как человеку помочь? Как спасти? Как вывести с того ситуации, в которой он находится? И часто бывает и больно, и надо что-то сделать, какое-то решение принять. И третье, братья и сестры, делать то, что угодно Господу. Только то, что угодно Господу. И Господь благословит нас, братья и сестры. Об этом нужно молиться, об этом нужно просить Господа помощи, поститься. Ну, представьте, мы сейчас будем молиться. Я только хотел больше сказать, хочу один пример привести. Одному человеку пророк сказал, пойди накопай овощей. А другому сказал, поставь большой котел и свари не борща и супа, а похлебку. Ну, что-нибудь похожее на суп. Я так рассуждал похлебка. Что такое похлебка, сестры? Это борщ, суп? Ну, это что-то такое, вода и еще что-нибудь добавленное. Ну, так, что-то такое, даже не похоже ни на суп, ни на борщ. Что-то такое еще намного меньше. И его сказал ему пророк, иди овощей накопай. А что он принес? Церковь, братья и сестры, что он принес? Братья проповедующие, что он принес этот человек? Которому пророк Господень поручил. Иди накопай овощей. Принеси овощей. Я не знаю, принес он овощи или нет, а беды принес. И так часто бывает и в нашей жизни. Делать то, братья дорогие, молодежь, к чему призвал нас Господь? Только то. И быть точно уверенными, что это угодно Господу. Я даже говорю, сто процентов уверенным быть, что это от Господа. Нет лукавого, нет людей этого мира, нет какого-то заблуждения. Сто братьев или двадцать братьев ему говорят, не делай, это не то. Он, ну, я буду это делать. А апостол Павел говорит, если мы или даже ангел с неба начнет вам говорить, или благовествовать не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Дорогая церковь, все, что нам приходит, есть Слово Божие. И все должны пропустить через Божье Слово. Оно вписывается в Слово Божие или нет. Кто бы нам что-то не сказал. И посему, да поможет нам Господь, братья и сестры, в это последнее время ответственным быть, дорогой брат, за свою семью, за свой дом, за свою жену и за свои детей. Нелегко быть ответственным за свой дом, за церковь, братья. Что мы говорим? Мы видим виду и говорим о чем-то другом, о небе проповедуем. Падают люди, падают молодежь, а мы сегодня что угодно нам. И говорят, хорошо сказал. Да, может, хорошо, тем, которые гибнут. И знаете, во время войны, когда расстреливали людей, давали им пирожное есть. И говорит, дали пирожное, и они поели, и потом их расстреливали. Так само бывает с нашими сегодня христианами. Мы даем что-то такое, уже видим, что уже гибель. Спасти надо этих людей. Все дело для того. Братья и сестры, я не пропустил ничего полезного. Возвещая истину по домам и всенародно. Все дело для того, чтобы прославилось имя Господне. Дорогой христианин, сделай что-то для Господа. Завтра день будет пятница. Когда встанешь утром, подумаю, и помолись, Господи, что я могу сделать для Тебя, чтобы был мир в семье, чтобы там, где я работаю, явить свет и пример, чтобы в церкви что-то сделать. А может, матери и отцу помочь, а может, проведать старушку, старичка, а может, рядом, которые живут в нашем апартменте или на улице нашей, что-то помочь и прославиться в этом имя всемогущего Бога. Склоним колени, помолимся. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok